Новенькое отстроенное здание в центре города Твардица буквально пестрит яркими красками. Хоть и работают здесь врачи еще со 2 мая, официальное открытие все-таки решили провести. Первым делом для благословения благородного труда здание было освящено священнослужителями города. Протеерием Георгием, настоятелем храма Святой Пороскевы и отцом Виталием. На официальную часть открытия приехали все те, кто хоть как-то смог оказать поддержку в осуществлении проекта. Среди них представитель Министерства здравоохранения нашей страны Октавиан Грама, восхищенный колоритом новоиспеченного города. Я хочу сказать, что город Твардица это не просто населенный пункт. Это один из самых лучших культурных центров юга Молдовы, где проживают болгары. Где у вас сохраняются и национальные костюмы, и фольклор национальный, и музыка. Все очень красочно и красиво. И это нужно поблагодарить нашим бабушкам, потому что они передают молодым поколениям все это. И костюмы, и музыку, и фольклор, и все абсолютно. Спасибо вам за это. Это очень красиво, красочно, и мы все это любим и уважаем в Пещенёле. Центр здоровья города Твардица еще с 2010 года работает автономно. Правда, таких возможностей, какими обладает новый центр, у них не было. Реализованный проект Всемирного банка по услугам здоровья и социальной помощи населения нашей страны на 2 миллиона лей помог укрепить статус второго города нашего района. Есть государственный бюджет, а есть инвестиционные проекты. Я всегда, когда говорил с руководством премарии Твардица, я всегда, когда с ними говорим, разговариваем о проблемах, и мы всегда эти вопросы решаем. Мы, когда был разговор о том, чтобы достроить и закончить оздоровительный центр, мы включились из министерства, обратились к нашему замминистра, который будет... Это мой друг в партии, это зампредседателя партии, который отвечает за социальные и зрительные вопросы. Независимость, которая была достигнута при работе Центра здоровья города, смогла не только сплотить команду сотрудников, но и укрепить материально-техническую базу, говорит исполняющий обязанности директора Прасковья Автутова. Если раньше мы были под прикрытием Центра семейных врачей, то теперь мы сами решаем все вопросы. В прошлом году мы на свои деньги закупили новый ультразвуковой аппарат, электрофорез новый, магнитотерапию, Дарсенвальд. То есть мы закупили те аппараты, которые необходимы нам при работе, потому что у нас старое оборудование было 67-го года изданий, для работы просто невозможно было их использовать. Часть из них просто ремонту не подлежала. Существенную поддержку до открытия Центра здоровья оказывали твардичанам специалисты из соседней Гагаузии, куда направлялись пациенты в тяжелом состоянии. Добрые отношения будут сохранены, заверила председатель комиссии по здравоохранению Народного собрания Наталья Шошева. Я очень рада, что Гагаузы и болгары очень-очень дружат. И вместе со всей Молдовой мы едины. В области здравоохранения самых больших успехов вам, творчества вам, потому что иногда таблеточка, может быть, она никому не нужна, а ваше доброе слово, оно лечит больше и больше всего. И для вашей лучшей работы мы хотим вам подарить современный компьютер. И туда приложили колонки, чтобы в свободное время вы могли слушать легкую музыку, отдыхать, думать о своем здоровье и очень хорошо думать о своих пациентах. Достижением открытия медицинского учреждения в центре города также были горды и рады жители Твардицы, ведь много лет им приходилось метаться в соседние города и районы, чтобы поправить свое здоровье. Старенькие бабушки и вообще пожилые люди приходят сюда, не надо ехать, не надо искать транспорт, ведь бывают срочные болезни, вот кто-то срочно заболел, надо искать транспорт, куда, где. А тут в центре все-таки каждый повернется и каждый поможет. И я, например, очень рада этому. Открытие центра здоровья, где жители смогут получить первичную медицинскую помощь, стало настоящим праздником для твардичан. С народными болгарскими танцами, молдавскими песнями и, конечно же, самый торжественный момент – перерезание красной ленточки. Продолжение следует...